Страны с низкими доходами, в числе которых и Республика Молдова, столкнулись с проблемой некачественных продуктов. Согласно международному исследованию под названием «Инициатива по доступу к питанию», крупнейшая компания по производству продуктов питания и напитков предлагает менее здоровые продукты государствам с низкими доходами по сравнению с тем, что поставляется в более богатые регионы. В число этих корпораций входят Nestle, PepsiCo и Unilever. Было обнаружено, что для 30 компаний товары, продаваемые в странах с низкими доходами, получили более низкую оценку по рейтинговой системе, разработанной в Австралии и Новой Зеландии, по сравнению с продукцией, продаваемой в богатых государствах. В системе рейтинга HealthStar продукты оцениваются по шкале от 1 до 5, в зависимости от их пользы для здоровья, где 5 – это лучший результат, а балл выше 3,5 считается более здоровым выбором. В странах с низкими доходами транснациональные корпорации получили по этой системе оценку 1,8. Это подчеркивает роль некачественных пищевых продуктов в распространении проблемы ожирения, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, где проживают 70% людей с ожирением. Авторы исследования считают важным эти показатели, поскольку продукты в упаковках играют все более важную роль в проблеме ожирения, которая становится глобальным явлением. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 1 миллиарда человек во всем мире страдают лишним весом. По оценкам Всемирного банка, 70% людей с избыточным весом или ожирением живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Таким образом, авторы доклада «Инициатива по обеспечению доступа к питанию» призывают правительство уделять больше внимания этой проблеме. Этот призыв звучит уже не первый раз, но на полках наших магазинов до сих пор лежат вредные продукты, всевозможные генно-модифицированные, опасные для здоровья, трансгенные жиры и прочее. Учитывая, что по последним экономическим данным Молдова входит в число беднейших стран мира, мы хотели узнать, как обстоят дела в нашей стране с точки зрения продовольствия, насколько серьезна ситуация. Мы позвонили в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, чтобы они прокомментировали опубликованный отчет. Мы также хотели узнать, как наша страна борется с вредными продуктами, которые попадают в наши магазины, и какие риски они предоставляют для потребителей. А также, почему это явление преобладает в странах с низкими доходами. Но в пресс-службе агентства нам пообещали предоставить комментарий позже.